История крымских немцев Немцы, переселившись в Крым с начала 19 века массово, хотя есть данные, когда из конца 18 века уже понятно, что немцы проживали на территории Крыма. Это были ученые, например, это были какие-то общественные деятели. В Крыму это характерна именно колонистская культура. И эта колонистская культура, она занимала 4-5 место по численности. Лучшей иллюстрацией культуры этого народа является немецкая экспозиция Крымского этнографического музея, которая насчитывает более 500 экспонатов. Наша экспозиция по немецкой культуре стала формироваться с первого дня основания музея, практически с 1993 года. Был такой первый период, он еще очень активный, скажем так, с 1993, практически по 1998 год. То есть вот, лично наши сотрудники, при личном моем участии, мы объездили ряд сел, где тогда проживали компактно российские немцы, например, такие первые были, когда еще люди переезжали там с 1973-1974 год, затем позже переселение. В основном эти села находились в Краснодарском районе, как бы это был один момент. И второй, как бы, пласт, что мы собирали, это именно непосредственно крымские немцы, вернувшиеся из депортации. Селения немцев отличались от других крымских деревень не только зажиточностью, но и благоустроенностью. Сперва для строительства домов использовали дерево и глину, а с конца 19 века началось широкомасштабное строительство домов-колонистов из камня. Делали стропильные крыши, которые покрывались черепицей. Если у хозяина не было возможности строить новое здание, он украшал имеющийся дом. В музее находится уникальная коллекция потолочных росписей, которые показывают любовь немецкого народа к прекрасному. Изюминка нашей коллекции – это, по всей видимости, наверное, тот проект, который мы реализовали в 2009-2011 годах. Это спасение уникальных потолочных росписей из швейцарско-немецкой колонии «Конград». Это настоящая медицинская маковка советского района. В то время три года этот проект длился. Первый год были росписи демонтированы, второй год росписи отреставрированы. И на третий год мы эти росписи показали, именно была задача показать, не просто фондок сохранить, а показать, донести до широкого круга людей, посетителей. Нам это удалось. Работникам музея удалось собрать элементы интерьера, редкие фотографии и открытки. В коллекции этнографического музея представлены также элементы важнейших для немецкого народа праздников. Нам удалось показать фрагменты интерьеров. Это кухни, комнаты зала. Мы говорим о традиционной кухне. Мы можем увидеть элементы традиционных праздников, например, Рождество, пасхальные открытки в коллекции представлены. Сотрудникам музея удалось собрать более 500 экспонатов. На их пути попадались добрые люди, готовые прийти на помощь работникам музея и предоставить предметы в коллекцию. Наши сотрудники хорошие психологи. Вы приходите в дом и, допустим, говорите человеку, что это для вашей семьи раритет определенный. Может быть большой раритет, тем более ряд этих вещей, они пришли в депортацию. Депортацию, трудоармию. Люди хранили, например, те же самые вышивки, которые здесь представлены. Понятно, что когда люди выселяли, они не могли увезти мебель, например, такие крупные вещи. Они брали мелкие вещи. Это, как правило, фотографии, это вышивка, какие-то книги, открытки, вот эти вещи мы у них брали. Объясняли, что для сохранения культуры, широкого показа люди верили, люди доверяли, люди дарили. Немецкие хозяйки стремились в домах сохранить тепло и уют. Поэтому стены украшали вышитыми декоративными полотенцами, фотокопиями, панно. Лютеранская вера и традиции Лютеранской церкви сохранились у немцев и на благодатной Крымской земле. Одной из самых значимых является традиция вести проповедь под немецкий музыкальный инструмент – физгармонию. Физгармония – это такой инструмент, он тоже характерен для европейской культуры, немецкой культуры. Как правило, это были или в богатых семьях, или, как правило, это были во всех колониях немецкой физгармонии, потому что проповеди считалось, они были ручные физгармонии, ножны физгармонии. Проповеди считалось, надо вести под физгармонию. То есть, как бы, такие песнопения специальные, их проводили, конечно, под этот музыкальный инструмент. Немецкий народ подарил Крыму множество выдающихся личностей, которые вложили в развитие искусства, архитектуры, науки полуострова всю душу. Многие не знают, что они с немцами, например, имеют прямое отношение, то же самое Ласточкино гнездо, скажем так, немец проектировал, строил по заказу немца, то же самое Фонтан-Ночь немец проектировал, то же самое Долгурковский обелиск Симферополя немец проектировал. То есть, вот такие, как бы, вещи, многим людям, когда с ними беседуют, для них становится открытие. Немецкая экспозиция этнографического музея Симферополя радует не только крымчан, но и гостей полуострова. Жители Германии, когда приезжают в Крым, с огромным удовольствием рассматривают немецкую коллекцию. Ну, конечно же, это у них всегда вызывает такое, знаете, умиление. Они начинают вспоминать то, что с детства они видели у своих родителей в своих музеях. Соответственно, очень много пытаются задавать вопросы по родословному. Мы отвечаем, что мы здесь не помощники, надо обращаться в наш крымский архив республиканский. Конечно же, интерес вызывает, потому что, ну, как бы, людям всегда приятно, когда... Это не только у немцев. И греки, и армяне, когда приезжают, люди любой национальности, когда они подходят к своему комплексу, они начинают сравнивать, что есть, допустим, у них на родине, на своей, что здесь возникло, что люди сохранили. И, конечно, людям приятно, когда их историей, культурой занимаются, изучают. Этнографический музей знакомит посетителей не только с немцами, но и с другими народами, проживающими на территории нашего удивительного полуострова. Ведь самое главное на нашей земле — сохранить дружбу и понимание между всеми национальностями. Мы продолжаем изучение немецкого языка. И сегодня я хочу вам рассказать о сложной системе немецких прощаний. Что касается приветствий, тут все просто. Наверняка каждый из вас знает такие слова, как «ГУТЕН ТАК», «ГУТЕН АБЕНД», «ГУТЕН МОРГЕН» или «ГУТЕ НАХТ». Прошу обратить ваше внимание. «ГУТЕН ТАК», «ГУТЕН МОРГЕН», но «ГУТЕ НАХТ» и «ГУТЕН АБЕНД». «ГУТЕН ТАК», «ГУТЕН МОРГЕН», «ГУТЕ НАХТ» и «ГУТЕН АБЕНД». Мало кто знает о таких приветствиях, как «ГРЮС ГОТ», «ЗЕРВУС» или «САЛЮ». Такие приветствия, как «ГРЮС ГОТ», «ЗЕРВУС» и «САЛЮ» употребляют чаще всего в отдельных регионах Германии. Не каждый немец вас поймет. «ГРЮС ГОТ», «ЗЕРВУС» или «САЛЮ». Итак, мы подошли к самому сложному. Система немецких прощаний. «БЕЗГЛЯЙ». Вы должны говорить, если вы увидитесь не далее, чем через час. «БЕЗГЛЯЙ». «БЕЗГЛЯЙ». «Не далее, чем через час-два». Другое слово «БЕЗШПЭТ», если вы увидитесь еще сегодня. «БЕЗШПЭТ», если вы планируете увидеться еще сегодня. «БЕЗХОЙТЕ АБНД», если вы уверены, что увидитесь вечером. «БЕЗХОЙТЕ АБНД», до сегодняшнего вечера. «Если вы увидитесь сегодня или завтра в обеденное время. «БЕЗХОЙТЕ» или «БЕЗМОРГЕН МИТТАГ». «БЕЗМОРГЕН МИТТАГ». «Если вы увидитесь сегодня или завтра в обед. «БЕЗХОЙТЕ», «БЕЗМОРГЕН МИТТАГ». «Или другое слово. «До завтрашнего утра». «БЕЗМОРГЕН ФРЮ». «БЕЗМОРГЕН ФРЮ», «До завтрашнего утра». «Если время вашей следующей встречи еще не определено, но, скорее всего, не в ближайшие дни, тогда говорите «БЕЗБАЛЬТ». «БЕЗМОРГЕН КАРТАГЕН 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 КА Если время вашей следующей встречи еще не определено, но, скорее всего, вы увидитесь вскоре. И, наконец, если вы прощаетесь по телефону. Ну и, конечно, всем известное слово AUF WIDERSEHEN. А также слово для более неформальной обстановки. ЧУС! Пока! ЧУС, пока! ЧУС, мои любимые Zuschauer! УВИДЕРСЕЕН! Субтитры создавал DimaTorzok